Российских войск в столице Украины нет, сказал после ночных боев мэр Киева Виталий Клычко. Однако в городе действуют российские диверсионные группы. Как сообщалось ранее, в некоторых районах на Троещине, Соломенке, Шулявке, неподалеку от зоопарка и на проспекте Победы шли бои. Попытки прорыва были со стороны Гастомеля и Житомира, расположенных к западу. Клычко призвал горожан сохранять присутствие духа и не терять бдительности. Как выглядят диверсионные группы? Вооруженные в гражданской форме говорят по-русски. Поэтому, если видите подозрительных людей, сообщайте правоохранителям. Также будьте бдительны, уничтожайте метки, которые враг расставил в столице для наведения огня. Киевлянка Ксения рада, что уцелела эстакада, ставшая полем боя. Терроризм страшный. Мы так считаем, пожилые люди. Мне вот уже 84 года будет, да, вот такое. Мы так переживаем, чтобы у нас вот эта развязка была целая. Потому что это наша жизнь. Мы тут и на базар подъезжаем по ней, и метро рядышком. Но ничего не задето. Все целенько. А окна вставит. Клычко придет, вставит. Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что город удалось отстоять. Могу начать это обращение с хорошей новости. Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются во многих городах и районах нашего государства. Но мы знаем, что мы защищаем страну, землю, будущее и детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются именно нашей армией. Окупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел. Они не получили никакого преимущества над нами. Зеленский перешел на русский язык. А теперь я хочу, чтобы меня услышали в России абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину. Отправили в Украину умирать, убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. Он поблагодарил тех известных людей в России, кто выступил против кровопролития. В пятницу украинский президент предложил российской стороне начать переговоры. Однако место и условия диалога согласовать не удалось. Тем временем вооруженные силы России продолжают наступление. Войска находятся в 30 километрах от Киева. Все новые части и техника заходят на территорию Украины с разных направлений. Продолжение следует...